Северная Корея – единственная страна, которая на днях признала аннексию оккупированных украинских территорий Россией, а также легитимность псевдореферендумов, которые Россия провела на этих же территориях. Чтобы напомнить о себе, потому что сейчас весь фокус на войне в Украине, и про то есть страны, и как НР, то все почти и забыли. Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав. Референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях прошли в соответствии с уставом ООН, определившим принцип равенства народа и его право на самоопределение. Большинство избирателей поддержало вхождение в состав России МИД КНДР. До этого Ким Чен Ын уже признавал псевдонезависимость так называемых ЛДНР и аннексию Крыма. И даже, говорят, помогал не словом, а делом. Как же они посылали в Россию своих работников, это не то, что они убежали, их официально туда отправляли. И, возможно, отправляли опять же в ЛДНР. За эту поддержку и постоянный гарантированный голос в ООН Путин регулярно встречался с Ким Чен Ыном и строил с ним дружеские отношения. Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой. За благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына. Конечно же, Путин не забывал и петь дифферамбы корейскому правителю. Он грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик. У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара. И, конечно, с началом полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин нашел поддержку в дружбе с севернокорейским лидером. И хотя Россия явно проигрывает войну, эта поддержка, как ни странно, только растет. Мы с ними говорили очень подробно, затрагивая разные стороны всех этих проблем. И могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник. Вот у них есть Китай, вот у них есть Россия. Они просто не видят смысла что-то менять, они под всеми возможными санкциями. И по пропагандистским каналам сразу разошлась информация, мол, Ким Чен Ын пришлет военных в поддержку России. Вот появилась информация, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы прибыть для участия в боевых действиях против... Более того, северокорейские строители готовы работать вместе с нашими по восстановлению разрушенных Украиной городов. И не надо нам стесняться принимать вот эту руку, которую нам протягивает Ким Чен Ын. Чтобы Каньдар участвовал напрямую в войне, то это вряд ли может быть. Они отправят какое-то вооружение типа снарядов или мин, потому что этого в Каньдар пусть. И такая информация о поставляемом Северной Кореей оружии тоже была. Правда, власти КНДР все слухи тогда опровергли. Недавно США и другие враждебные силы говорили о нарушении резолюции СБ ООН, распуская слух о оружейных сделках между КНДР и Россией. Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию. И не планируем их экспорт. Главное управление техники Минобороны КНДР. Ну и несколько дней назад Ким Чен Ын, похоже, снова решил показать миру свой кулак. И запустил ракету дальнего действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Им нужно было посмотреть, насколько эта ракета вообще работает, потому что это не самое новое. Нужно было посмотреть, оно вообще работает или как у россиян срывается еще на подборте. В свете этой ситуации мы изучим все варианты, включая возможность контратаки. Мы не станем ничего исключать, поскольку работаем над фундаментальным укреплением нашей обороны. Выглядит все это очень-очень странно, потому что годами до этого Ким Чен Ын и Путин встречались и договаривались о ядерной безопасности. А вот теперь дружно-синхронно угрожают всему миру своими ракетами. Что касается снижения угрозы ядерных конфликтов, это, безусловно, наш общий приоритет. Но у меня сложилось впечатление, что и северокорейский лидер придерживается такой же точки зрения. Но, конечно же, эксперты отмечают, что такая политика для России – это дорога в никуда. Все, как может закончить Россия, это лайт-версия, бендеры, и нужно береги, мать опыта. Все ведь прекрасно помнят пословицы. Скажи мне, кто твой друг и с кем поведешься. Похоже, Россия все больше становится похожей на своих друзей, отсталых, нищих изгоев. Но этот путь власти России выбрали сами и уже сейчас пожинают горькие плоды своего выбора.